Беларуси скоро опять выборы. А накануне таких событий одним из излюбленных шагов Лукашенко было задабривание электората повышением зарплат и пенсий. И если с первым в стране и так все вроде бы в порядке, зарплаты в стране согласно официальной статистике рекордные, то с пенсиями пока не все так радужно. Несмотря на периодические добавки, они растут гораздо медленнее, чем хотелось бы. Сглаживает ситуацию лишь сдерживание цен, на фоне которого и пенсии выглядят лучше и значительнее. Но если государство уже не раз отчитывалось о профиците бюджета, значит и резервы на значительное повышение пенсии есть или нет, учитывая дефицит рабочих рук и отчислений с ним связанных. В теме разбирались с экономистом и академическим директором исследовательского центра Бюрок Львом Львовским. Если говорить о каких-то косочных перспективах, то да, ресурсы есть. Тут всегда вопрос приоритетов, что куда перераспределить. Наш пенсионный фонд, он уже сейчас в дефиците, то есть он и так субсидируется из общего бюджета. Ну, можно всегда там какие-нибудь полпроцента перекинуть туда или сюда и дофинансировать эти пенсии. То есть здесь в вопросе пенсии нету никаких рыночных сил. Здесь только вопрос государственной воли в данный конкретный момент. Если говорить о каких-то более долгосрочных перспективах, то здесь, конечно, возникают уже более фундаментальные проблемы. Дело в том, что у нас постоянно планомерно уменьшается количество людей трудоспособного возраста. Вот, собственно, сейчас, можно сказать, что рекордные зарплаты, которые мы наблюдаем в Беларуси, это частично функция от этого дефицита рабочей силы. И в дальнейшем демографические тренды никуда не развернутся. Собственно, если мы посмотрим по демографическим проекциям на 5, на 10, на 20, 50 лет вперед, то там все то же самое. То есть постепенно денег на пенсии будет меньше. Но никаких таких резких скачков не будет, как всегда в демографии. Все эти вещи, они происходят довольно плавно. Ну, может быть, в реальном выражении, в дальнейшем пенсии будут там каждый год уменьшаться на сколько-то процентов. Ну, то есть тут уже вопрос, кто как это заметит. Выплата пенсии — это так называемые непроизводительные платежи. То есть пенсии выплачиваются не за то, что человек предоставляет какие-то услуги или производит какие-то товары, а просто потому, что данное общество так договорилось сделать. То есть вопрос пенсии — это всегда в значительной степени политический вопрос. Выгодно или невыгодно повышать пенсии. С точки зрения экономики, наверное, никогда не выгодно. Но с точки зрения борьбы за сердца избирателей, это часто является очень важным инструментом, важным аргументом. Надо сказать, что в мире происходят тенденции демографически довольно похожие на белорусские. Ну, а если мы говорим про развитые страны, это низкая рождаемость, это увеличение средней продолжительности жизни. Таким образом, население в среднем стареет. Ну, там, наверное, можно взять любую европейскую страну и найти точно такой же эффект. Поэтому с точки зрения демократии, с точки зрения борьбы за сердца избирателей, которая происходит в том числе и в авторитарных режимах, собственно, и диктаторы тоже любят, чтобы к ним хорошо относились, нежели их ненавидели. Вот поэтому такая ориентация на пожилых избирателей, на пожилых граждан, она везде растет. У этого есть там разные последствия, есть положительные, есть отрицательные, но в любом случае это та реальность, в которой мы живем. Действительно, если в краткосрочной перспективе государство думает о пенсиях и пенсионерах, то никакой долгосрочной стратегии речи в Беларуси, к сожалению, не идет. Вот эта тенденция, что у нас будет все больше и больше пенсионеров на одного человека трудоспособного возраста, она сохранится. И единственный способ избежать вот этого кризиса, который хоть и будет идти медленно, но обязательно к нам придет, это отвязка пенсии от демографической ситуации. Как это можно сделать? Ну вот сейчас у нас в Беларуси действует солидарная пенсионная система, то есть деньги текущих налогоплательщиков, они частично перераспределяются на текущих пенсионеров. Соответственно, если пропорция пенсионеров к людям трудоспособного возраста уменьшается, то у нас появляются проблемы. Она уменьшается. Сейчас у нас примерно 0,4 пенсионера на одного человека трудоспособного возраста. К середине века это соотношение вырастет в полтора раза до примерно 0,6 пенсионера или 0,75 пенсионера на одного человека трудоспособного возраста. Как можно отвязаться от демографии? Ну, можно вводить накопительные счета, так чтобы часть средств текущих работников, они шли не на выплаты текущих пенсий, а сберегались и в идеале приумножались так, чтобы пенсии людям, как минимум, частично выплачивались из их же сбережений. Но у такой реформы есть и большая проблема. Если мы сейчас часть средств налогоплательщиков будем направлять на их же сберегательные счета, то кому-то все еще надо выплачивать пенсии текущим пенсионерам. Получается резкий рост дефицита бюджета. Этот рост можно как-то митигировать. В конечном итоге такая реформа окупается, но сделать это не очень просто. Необходимо либо закрывать эту дыру в бюджете из текущих доходов государства, из текущего бюджета, либо занимать на долгий срок довольно внушительные суммы денег. И все это можно делать только если в системе есть большое доверие агентов между друг другом. Во-первых, люди должны доверять государству, которое выдает обещание, которое исполнится или не исполнится через 30-40 лет. Во-вторых, какие-то международные инвесторы или внутренние инвесторы, держатели облигаций, они должны также доверять государству, давая взаймы на вот этот пенсионный переход. Сейчас таких ресурсов в Беларуси нет. Ну, собственно, Беларусь совсем недавно объявила дефолт по еврооблигациям. Никто, кроме России, нам и так не собирается давать в долг. Ну, и ни о каком доверии на 40 лет сейчас речи не идет. Поэтому, да, долгосрочная проблема не решается. Мы видим только такие шаги по митигированию текущих проблем. Ну, вот, например, повышение пенсионного возраста, собственно, это и есть де-факто уменьшение пенсии. Просто пенсия теперь платится беларусам меньше лет. Ну, до бесконечности делать так нельзя. У вас есть вопросы к экспертам? Пишите их в комментариях или присылайте в наш чат-бот. Ссылка на него в описании к любому ролику на канале. А ответы смотрите каждый понедельник в 7 утра в проекте «Народ спросит» с Андреем Микрюковым. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить. И спасибо за поддержку лайками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!